во имя отца и сына и святаго духа сегодня у нас день который называется торжество православие мы торжествуем о победе православия но что это такое с одной стороны это врань духовная это брань то есть война с другой стороны часто человек увлекаясь вот этим акцентом на слове брань на слове война забывает что брань все-таки духовная а не против человека мы часто торжествуем о мордобое которым что-то там пытаемся достичь считаю что мы достигаем истину мы часто ликуем о том что подавляем физически те или иные прилоги врага разве я пытаюсь сказать что защищать православную веру плохо нет конечно же но защищать надо методами православными же и ликовать и торжествовать мы должны также по православному вспомните как апостолы которых которые казалось бы не торжествовали потому что были убиваем не приносили проклятие на головы тех которые убивают а просили бога о помиловании тем кто являлся им врагами божие не ведают что творят ты по моему разумение торжество православия в том что торжествует первую очередь любовь и торжествует в первую очередь божья справедливость и божья истина не потому что мы такие хорошие взяли поднажали по физиономии там набили или еще что-либо сделали и и подавили врага рода человеческого а с ним и человек в которые заблуждаются торжество в том что бог вопреки и несмотря всяким изощрением дьявольским дает возможность кому-то проповедовать истины и мы должны благоговейно к этому относиться когда мы торжествуем мы должны с трепетом и с уважением относиться к тому что мы если уж мы говорим о торжестве православия что мы православным не желать никому зла не осуждать да мы не отрицаем нашу веру да мы декларируем и не просто декларируем да мы ее проповедуем да мы нашу веру считаем истины но это не значит что мы всех и вся вокруг должны сжигать попалять и рубить огнем и мечом а в первую очередь торжество православие будет тогда когда мы научимся смирять свою гордыню когда мы не с гордыни а со смирением можем торжествовать как ни странно может для кого-то это звучит а вот как и что об этом говорят святые отцы не недавно прислали такие замечательные строки я хочу с вами поделиться по поводу гордыни по поводу осуждения чем кого осудишь в том и сам прибудешь если мы торжествуем православие осуждая инако мысли мы не замечаем как мы сами можем отойти от православия осуждающий разделяет ответственность согрешивших как часто мы это тоже не понимаем и удивляемся да что ж так я не могу никак справиться с теми с кем у меня происходит искушение потому что не осуждать и не будет у тебя вот этой ответственности не будешь ты подпадать в конце концов под собственный суд опытом доказано что за какие грехи осудим ближних те и сами впадем и это страшная вещь вспомните как кичились тем что принадлежат к богу что являются народом божиим древние фарисеи садукеи книжники и именно кичать именно гордясь этим они по сути веру истинную отверг да не будет как с нами пожалей и не осудишь этот момент тоже очень важно когда мы вместо того чтобы человека осудить может быть за то что действительно он не прав за то что он действительно творит грех какой-то беззаконник вот вместо того чтобы вынести суд мы пожалеем его неразумного немощного за то что он так себя в грязи валяет то не будет не осуждение тебе не будет осуждение ему а возможно будет спасение и тебе и ему чтобы не осуждать надо бегать от осуждающих и хранить свой слух возьмем одно правило для себя осуждающим не верить и другое никогда не говорить куда об отсутствующих не мысли ни о ком зла иначе сам сделаешься злым будем помнить старинные народные поговорки том кого осудишь том сам и прибудешь знай себя и будет с тебя краткий путь ко спасению не осуждать некоторые грехи осуждение подвергаются от привычки иные от памятозлобия другие от зависти и ненависти а большей частью подвергаемся мы греху сему от самомнения и возношения несмотря на великую свою неисправимость и греховность нам все-таки кажется что мы лучше других увы я действительно часто с сокрушением наблюдал такую картину человек приходит на исповедь или просто начинает какой-то разговор и вроде бы все правильно говорит но за словами кроется действительно осуждение и за словами кроется то что было в эпизоде смотрим и фарисеев когда фарисеев сказал что я не такой какой вот так и мы часто говорим да я грешный да я грешный но не такие вот как те которые конечно же хуже меня эта мысль чаще всего человек не высказывает слух но увы чаще всего эта мысль в нем сидит как заноза которая гниет и мешает быть здоровым вытаскивайте подобные занозы чтобы и уметь наладить мир с ближним чтобы не болела твоя душа по грехам твоим эти слова я приводил от преподобного амброси оптинского преподобного симеона псково-печерского преподобного анатолия оптинского преподобного иоанна лесточника глинского старца серафима можно посмотреть много других высказываний но так или иначе я напоминаю вместе с ними помните действительно наше торжество не в том что мы давим кого-то а наше торжество что мы с богом что мы знаем истину и как говорил один человек а может скорее всего и не один да вы поборники зла антибожники да вы можете победить над нами но над всем и вас над всем победит христос а мы со христом поэтому мы прославляем новомучленников которые вот так вот мучились жуткими мучениями все превозмогали и верили во христа поэтому и мы должны в наше нелегкое время помнить об этом у нас сейчас льется кровь и очень страшно когда мы начинаем ненавидеть друг друга мне со всем происходящим ныне на наших южных рубежах да и при ополчении по сути чуть ли не всего мира на нашу страну мне хочется сказать Боже прости их не ведают что творят такие ужасы которые ведут такая ненависть она не должна нас заражать она должна рождать нас состраданием помоги нам Господь Бог торжествовать но торжествовать по Божьим аминь спасибо